Как никогда не болеть? Вопрос, который в современном мире беспокоит, пожалуй, наверное, всех, абсолютно любого человека, потому что хочется жить полноценной, здоровой жизнью, радоваться, кайфовать, путешествовать. Мы все-таки понимаем прекрасно, что состояние человека, который болеет, оно не самое лучшее, вне зависимости от того, что это за болезнь. Так вот, давайте сегодня с вами немножко порассуждаем вместе, как же все-таки поспособствовать тому, чтобы я никогда не болела. Если бы и болела, то хотя бы вот очень реденько. Это касается и мужчин в том числе. Я хочу начать с очень простых, базовых вещей. Мы с вами прекрасно понимаем, что всевышним природой наш с вами организм наделен высокоэффективной системой безопасности, это иммунитет наш. И, безусловно, есть достаточно ярко выраженный иммунный ответ организма, который задействует абсолютно все свои ресурсы, начиная там от лейкоцитов и заканчивая текиллерами, макрофагами, кем угодно, для того, чтобы брать под контроль появившуюся инфекцию, вирус какой-то, болячку и локализовать ее, уничтожить на стадии зарождения. Это в случае, если иммунный ответ организма достаточно хорошо работает и отзывается. Если мы говорим про слабый иммунный ответ, это прекрасная плодородная почва для формирования абсолютно любой болячки. Да, безусловно, мы можем разделить где-то на соматическое течение болезни, где-то на психологические какие-то факторы, которые могут усугублять. Можем объединить это все, получится вот такая психосоматическая реакция организма. Но уже сейчас, даже в начале видео, мы понимаем, что, как правило, мы болеем в том случае, когда наш организм сталкивается с очень слабым иммунным ответом. За счет чего может ослабнуть иммунный ответ организма? Давайте подойдем к работе вегетативной нервной системы и посмотрим на то, из чего она состоит. Возьмем симпатический отдел вегетативной нервной системы и парасимпатический отдел. Посмотрим, какой за что отвечает. Симпатический отдел активен в момент стресса, парасимпатический в момент восстановления ресурсов. Это такие две системы антагониста. Если одна из них находится в большей степени в преобладающей фазе, то, безусловно, у организма начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Например, женщина, которая находится в отношениях с мужиком-абьюзером, находится в постоянном стрессе и можно сделать без каких-либо анализов и вывод, что ее симпатический отдел вегетативной нервной системы в большей степени мобилизован, нежели парасимпатический. Это говорит о чем? О том, что ее организм подвержен влиянию таких гормонов, как кортизол, пролактин, адреналин, норадреналин. Что они делают? Возьмем, давайте, пролактин. В состоянии стресса уничтожает организм женщины, начиная от репродуктивной системы, заканчивая ее волосами, ногтями, цветом кожи и, более того, угнетает выработку всех гормонов радости и счастья. То есть, вгоняя женщину в самое настоящее состояние апатии и депрессии. Возьмем тот же кортизол, возьмем же адреналин, либо норадреналин. Это те гормоны, которые, безусловно, полезны, когда они уместны в моменте, здесь и сейчас. Но никогда они на постоянной основе влияют на ваш организм. Если идти дальше и посмотреть на ситуации, когда, например, женщина находится в токсичных отношениях со своей мамой. То есть, с одной стороны муж сумасшедший, с другой стороны мама, а тут нелюбимая работа, а здесь, значит, дети еще нервы потрепали каким-то образом. Женщина опять в состоянии стресса. То есть, иммунный ответ ослабевает. Организм истощается. Он не способен никаким образом восстановиться. А если восстанавливаться, то этой энергии вообще не хватает на то, чтобы женщина чувствовала себя полноценной и живой. Поэтому здесь очень простой, но такой, знаете, интересный выход из ситуации. Мы как бы не заканчиваем видео, мы еще будем сейчас общаться обязательно. Первое. Для того, чтобы вы себя постоянно чувствовали комфортно, ваша задача поспособствовать тому, чтобы иммунный ответ организма был достаточно проявленным. За счет чего это можно сделать. Безусловно, сюда можно отнести и здоровый образ жизни, и контрастный душ, и дыхательные практики, и упражнения, которые будут помогать, например, приводить в состояние тонуса блуждающий нерв, самый длинный нерв из 12 пучков. Это 10-й пучок, который у нас заканчивается на уровне пищеварительной системы. Активный образ жизни, спорт и так далее. Но, если мы берем все, что связано с нашей психикой и психологическое воздействие на нас, это, естественно, наше окружение. Это те люди, которые заставляют нас ложиться спать не в состоянии восстановления ресурсов, а вводят наш организм в состояние стресса. Это нелюбимая работа, это угрожающий вашей жизни и психике мужчинам. Если сейчас вам задать вопрос, чем вы болеете, а я вас обязательно сейчас и хочу об этом спросить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я отдаю миллиард процентов гарантии, что в комментариях будет такой разнообразный выбор болячек, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, начиная от повышенного давления, заканчивая бесплодием. И вот этот разбег огромнейший, он связан не с тем, что вам не повезло, не с тем, что вас в жизни кто-то там подставил, либо на вас порчу навели, ни в коем случае. Это, кстати, по поводу порчика. Мне одна женщина приходит и говорит, мне одна женщина нагадала, что на меня навели порчу на бесплодие, чтобы я никогда, значит, не смогла забеременеть. Мы сколько ни пытаемся с моим мужчиной, у нас не получается. Я задал ей вопрос, это единственное, что вас беспокоит в семейной жизни? Она говорит, ну есть некоторые моменты, на которые я бы хотела обратить внимание. И когда я задал вопрос, а что это за некоторые моменты, она начала их перечислять. Там не то, что некоторые моменты, это ужас какой-то. Женщина живет с самым настоящим эмоциональным абьюзером, который зашугал ее до такой степени своими угрозами, шантажом, что у женщины уровень пролактина до такой степени высокий, что врачи уже тревогу начинают бить, не могут понять, что с ней происходит. Вроде бы введут какую-то терапию, корректируют гормональный фон, а ей становится все хуже, хуже и хуже. И тут вопрос, а как она забеременеет, если у нее весь организм настроен на выживание? Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание. У нашего организма нет возможности определять источник стресса. То есть я иду по лесу, на меня выбегает, например, мужик с топором. Реакция моего организма будет ровно такой же, если из кустов выскочит стая диких зверей. Там волки выбежали и бегут на меня. Разницы вообще нет. Или я пришел домой, а мне моя жена говорит, ты ***, пошел отсюда, ты не мужик. Реакция такая же будет. Или вы думаете, что у нас здесь есть какой-то датчик определяющий. Это волк, уровень стресса будет вот такой. Абсолютно одинаково идентично. Муж замахнулся или гоп-стоп на улице. Все, организм будет отрабатывать ту схему, по которой он настроен. К большому сожалению, миллионы людей этого не хотят понимать и осознавать. Сталкиваются с ситуациями, когда организм уже входит в состояние хронической болячки. Может быть, даже и смертельной. Потому что я прекрасно знаю многих женщин, которые через свое нервное истощение, через уничтожение своей вегетативной нервной системы заработали себе и онкологию. Я знаю, например, многих женщин, которые с этой онкологией справились. И если вы думаете, что я сейчас хочу себя похвалить, я не буду себя хвалить, я буду хвалить всю свою команду. Потому что после моих программ очень многие женщины замечают улучшение качества, качественное улучшение своего здоровья. У кого-то аллергии проходят, у кого-то детки появляются, у кого-то решается вопрос с онкологическими проблемами, у кого-то с аутоиммунными болячками, такими, например, как ревматоидный артрит, с которым я тоже когда-то столкнулся 7 лет назад и исключительно благодаря психотерапии справился с этой не совсем страшной болячкой. Потому что люди, с которыми я вместе, например, состоял на учете в Институте ревматологии в Москве, уже некоторые из них ездят в инвалидных креслах. Это инвалиды, которые вообще ничего не могут делать. Я тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, и психотерапии нахожусь здесь и сейчас, и с вами общаюсь, и как-никак там и спортом занимаюсь, вроде бы все хорошо. Поэтому вопрос состоит в чем? Вопрос любой болезни заключается в осознанности. Ее нужно понять и осознать. Есть масса книг различных. Я не спорю, они многие несут в себе достаточно такую хорошую информацию, на которую нужно обратить внимание. Но я в первую очередь своих клиентов призываю к осознанности. Если вы хотите сделать такой чек-ап, контроль, проверку своего организма, это очень важно и необходимо. Объясню сейчас почему. Если женщина не понимает первопричины, по которой может появиться болячка, и то, как она будет проявляться, эта женщина никогда не будет здоровой. Вам нужно понимать, что угрожает и что влияет на ваше здоровье и на вашу психику. Я могу предложить вам абсолютно бесплатный продукт, курс удобный или уникальный. Пять дней идет, вы проложите взаимосвязь между своей болезнью и своим психическим состоянием. Поймете, что нужно сделать для того, чтобы она либо в ремиссию ушла, либо вообще исчезла эта болячка. Поэтому, если вас что-то беспокоит с вашим здоровьем, переходите по ссылке в описании под этим видео, регистрируйтесь и из любой точки мира присоединяйтесь. Расскажу вам одну историю, приведу один пример. Связанный он с чем? Связанный он с тем, что женщина не вылезает из кабинетов врачей. Вот она пошла к эндокринологу, а после эндокринолога она пошла к гинекологу, а после гинеколога к кардиологу. И она вот так бегает кругами к этим врачам. Они ее лечат, они назначают ей препараты, уколы, капельницы. Ей на время становится хорошо, со временем ее опять накрывают, и она опять побежала. Она приходит и начинает рассказывать, на мой взгляд, совершенно ужасные вещи. Про свои отношения с мужем, про свои отношения со старшим сыном, который убежал из дома и не хочет жить, потому что отец сумасшедший, и позволял себе, там парнишке 15 лет, позволял себе приходить домой пьяный, напивался, и пацана своего избивал, и то его выбросить хотел из окна. И он испугался, мальчик убежал, живет там где-то с бабушкой. А этот обиделся и сказал отец его, типа, я его знать не хочу, теперь он от меня отказался. И там нервы, 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 нервы. И я вот у вас хочу спросить. Вам не кажется странным, что вы, например, пытаетесь справиться с болезнью, а при этом не интересуетесь первопричиной, почему вообще она появилась, эта болячка? Как она могла появиться в вашей жизни? Ведь это же сигнал организма. Организм, вот я вам приведу такой пример. Представьте себе, я даже у тебя спрошу, Саша. Представь себе, тебе Рустам звонит и говорит, ну что, как дела, Сань? Ты собираешься на рыбалку ехать в Астрахани? Ты говоришь, ну да. Не надо, там какая-то эпидемия, малярии. Комары, короче, летают, людей кусают. Это уже куча смертельных случаев. Что ты сделаешь? Я скажу, ну, рыбалку-то хочу, ну, не в Астрахани поеду куда-нибудь. Ну, в другое место, да? Или ты же, ну, и по новостям, раз, и по новостям еще что-то тоже видишь. Блин, там все, беда. Это же нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы поехать туда. Правильно? Вот организм это то же самое. Вот наша гормональная система, это лучший друг нашего организма. Когда мы пугаемся чего-то, у нас раз сигнал пошел. У нас гнев сигнал пошел, у нас возбуждение сигнал, мы смеемся сигнал. Гормональная система постоянно снабжает нас новостями. Это самый лучший мессенджер такой, знаешь, который на, на, слушай. А люди уже до такой степени оторваны от ощущений в теле. Кто-то алекситимии страдает, у кого-то вообще синдром выключенного тела. Кстати, тоже я буду эту тему затрагивать на своем курсе, связанную с телесно-ориентированной психотерапией, блоками в теле. И она уже даже не определяет этих сигналов. И болячка становится таким, знаешь, уже индикатором финишным. То есть, как бы вот посмотри, остановись, хватит. Тебе нужно прилечь, тебе нужно подумать о себе. У тебя истощен организм, у тебя проблемы с организмом. Что ты с собой делаешь? Всем по барабану. Мы готовы бежать в аптеку. Мы готовы бежать, значит, в клинику. Делать УЗИ. Готовы делать все. Но не готовы пойти в кабинет к психологу-психотерапевту. Почему? Ну, он же не сделает ни у ком. Я вам скажу, психотерапия может принести больше пользы, чем таблетка. По одной простой причине. Задача психотерапевта будет состоять в чем? Вот ко мне приходит человек, я понимаю, что он находится в остром кризисе. Острый кризис говорит о том, что у вас ваша вегетативная система нервная, она скоро развалится на части. Моя задача вас вывести из этого острого кризиса. И даже в условиях стресса научить вас быть в балансе. Для того, чтобы вы могли оказывать максимально эффективную помощь своему организму. Через воздействие на свое тело и, естественно, через воздействие на свою психику. То есть не пошли с одной стороны, а пошли сразу с двух сторон. А таблетки можно пить бесконечно. Я даже по себе помню, когда я приехал в этот институт ревматологии. Я думаю, если здесь есть девушки, мужчины, женщины, в общем, люди, которые сталкивались когда-нибудь с ревматоидным артритом, вы поймете, о чем я говорю. Когда я приехал на учет, не на учет, а приехал в этот институт на обследование, меня туда положили на несколько дней. А положили, потому что я молодой парень. Я тогда профессионально занимался спортом. Сейчас я профессионально не могу себе этого позволить делать. Но абсолютно здоровый, с абсолютно какими-то сумасшедшими показателями в физической активности своей. Просыпаюсь утром и понимаю, что я просто не могу встать с кровати от того, что мне больно. А болело у меня все, начиная от мелких суставов, заканчивая челюстью, стопами, на ногах. Мой путь в 4,5 метра до туалета составлял около часа. То есть я вот полстуда, пока ехала ко мне скорая. И когда меня привезли в клинику, я прошел, все, и мне приходит и говорит, у вас ревматоидный артрит. Вот сейчас острая фаза, все. Мы вам выписываем лечение. Это навсегда, это на всю жизнь, это инвалидность. Вы к этому должны быть готовы. Соответственно, моя реакция была очень простой. Я хуй вам. Я никогда не был, не собираюсь идти на поводу у вас и сдаваться. И мне выписали, есть препарат такой, называется метатриксат. А есть более мощный, метаджект, который продается. Он настолько токсичен, что он уже продается в набранном шприце. Ты берешь его и вкалываешь себе в живот. Когда я купил эти лекарства и приехал домой, сел на кухню, для того, чтобы сделать себе укол первый, открыл эту инструкцию, я никогда в своей жизни не видел такой длинной аннотации к лекарственному средству. Оно было такой длины. А самое удивительное, еще в коробке такой, коробка вроде бы большая, там один шприц, а все остальное место занимает вот эта вонючая аннотация. И когда я начал читать побочные эффекты, у меня было ощущение, что лучше тогда уже от этого ревматоидного артрита помереть, чем от этого дерьма, которое там написано. Ни одного укола я себе не сделал. И отказался от этих всех препаратов. И ушел исключительно в работу со своей психикой и со своим телом. Да, безусловно, я внес очень такие существенные изменения в питание, убрав там определенные продукты, которые могли провоцировать обострение. Но на 80% я отдаю должное исключительно работе со своей психикой. И в моей практике уже были такие случаи, когда ко мне приходили люди с такой же проблемой, с таким же ревматоидным артритом. И тьфу-тьфу-тьфу, мы решали их проблему. Поэтому я настоятельно рекомендую вам, дорогие мои, и женщины, и мужчин, когда вопрос идет о вашем здоровье, и вас уже что-то беспокоит, это говорит о том, что вы где-то что-то упустили на уровне, возможно, нарушения границ ваших, возможно, с вашим окружением, возможно, где-то подавили эмоции, чувства, не совсем естественно прожили стрессовое состояние. То есть где-то произошло опущение. Это вот как фермер выходит на поле с капустой, а она вся уже под откусом, ее зайцы пожрали эту капусту. И о чем это говорит? О том, что, видимо, где-то не сработала система безопасности, дырка в заборе, и, не знаю, там, холете, током не бахнуло этого, значит, зайца, когда он пытался туда, сторож проспал, не заметил. Есть причина. У вашей болячки тоже есть причина. И эту причину всегда можно найти. Но подводя итог, я хочу сказать, что очень многое решится ровно в тот момент, когда вы приведете свою психику в зрелое, осознанное состояние. Я совсем недавно, кстати, это зимой, она была достаточно холодная, а мы зимой часто с женой уезжали за город, на дачу. А у нас там два дома на одном участке, получается. В одном доме живут родители постоянно, мы, а в другом мы по выходным в зимнее время. И на улице было очень холодно. Это еще Подмосковье, туда было северо-западное направление, север. Все-таки там попрохладнее. Я не помню, сколько было градусов, может быть, минус 24-25, но достаточно прохладно. Я на улице в легких штанишках и в тапочках домашних простоял около минут 30 во время такой погоды. Я был трезвый, я там не пьяный был, абсолютно. Ходил, двигался, что-то разминался. На мне была легкая кофточка, легкие штанишки и эти тапочки, значит. И со мной ничего не произошло. Другой человек вышел на 4 минуты до стоять то время, которое я там находился, и заболел. По одной большой причине. По простой причине. Я изначально выходил, зная, что я не заболею. Я изначально выходил, зная, что я иду на мороз покайфовать, порадоваться. То есть для меня это не было стрессом. Я соприкоснулся с климатическим перепадом температуры в состоянии абсолютной готовности к этому. Не когда мой иммунный ответ слабый, а когда он сильный. А он вышел с мыслями, надо срочно уходить, уже холодно, мы тут все заболеем, мы все умрем. И он уже в состоянии стресса. Многие вещи, которые нам могут показаться дикими, а может быть незаметными, можно решить при помощи психотерапевтических инструментов. Вам выбирать, если вы хотите жить долгой и счастливой жизнью, если вы хотите не болеть, если вы хотите чувствовать себя прекрасно, то, конечно, нужно позаботиться о себе. В первую очередь о своей болезни, в первую очередь о своей психике, для того, чтобы вы не мучились и не страдали. И, конечно, я в этом готов помочь вам на своей бесплатной программе. Ссылка находится в описании под этим видео. Регистрируйтесь, приходите, берите с собой рабочую тетрадь, хотя я вам подарю эту рабочую тетрадь после регистрации. И все подробнейшим образом записывайте. Конечно, желаю вам всем здоровья и психического, и физического. Обнимаю вас. Пока.